Важна фиксация взгляда и уровень внимания. Важна фиксация взгляда и уровень внимания. Дальше нет ни внимания, ни взгляда на этой пирамидки, ни заинтересованности, ни мотивации. Вот это уже есть симптом. И это опять же он не устал, как говорит мама. Ой, мы устали, мы там то, он там сидел, он хочет пить, он еще что-то хочет. Значит, диагностические задания возрастного диапазона сложности доступны детям без дополнительных волевых усилий. Да, если вы дадите более сложное задание, тут ребенку надо актуализировать волю, а этому препятствует то, что он устал, хочет пить и тому подобное. Возрастные задания не рассчитаны на то, чтобы ребенок так сильно напрягался, что ему нужно вот все помехи убрать и как-то там очень сильно зафиксироваться за счет волевых усилий, я имею в виду, на задании. Он должен, в общем-то, с ними справляться легко. Если мы видим, что он пыхтит, весь там напрягается, это уже вот та самая группа риска. То есть, да, это еще не симптом, но это уже группа риска. Ну, естественно, те поведенческие феномены и особенности речи, которые являются характерными для расстройства аутистического спектра, Ну, на самом деле, про них был первый вебинар, это те самые особенности речи, когда ребенок говорит о себе в третьем лице, там, эхололии, стереотипии. То есть, та симптоматика, которая характерна для расстройства аутистического спектра. Вот в год, конечно, эхололии нет. В год не всегда бывают стереотипии, всякие там кистями рук навязчивые движения, раскачивания и так далее. А вот в три года уже эти поведенческие речевые феномены характерны только для расстройства аутистического спектра, не встречающиеся ни при задержке, ни при умственной отсталости, ни при отклонениях в речевом развитии. В три года они, как правило, у большинства детей уже есть. Дальше для нас важен вот этот вот момент, который мы обсуждали и относительно детей 12 месяцев. Это поведение ребенка, когда уже этап установления контакта закончился, и вы непосредственно на стол выложили там свои вот эти картинки предметные, пирамидки и так далее. Вот опять же момент принятия задания. То есть в три года ребенок должен заданию радоваться. Оно должно вызывать у него активный познавательный интерес. И он должен хотеть, вот этот момент, который часто попадает из внимания специалистов, он должен хотеть, чтобы взрослый участвовал в этой работе. То есть, когда он отталкивает руку матери, там, специалиста, и не хочет, чтобы она что-то подвинула, в чем-то приняла участие, это не я сам, а это не способность или неготовность к сотрудничеству. То есть, да, ребенок должен заинтересоваться, ребенок должен стремиться самостоятельно справиться с заданием, но он не должен отталкивать участие взрослого. Это когда мы говорим о норме. Поэтому вот сотрудничество, в данном случае заинтересованность в таком сотрудничестве, это значительно важнее для нас в плане диагностики расстройства аутистического спектра, чем выполнит задание или не выполнит. Сложит он пирамидку или он не сложит пирамидку. Вот если он сложит ее сам, но при этом растолкает всех, кто хотел вместе с ним участвовать в этой ситуации, это значительно хуже, чем если он сложит ее частично, но при этом примет помощь и вместе со взрослым это задание доделает. Вот в прогностическом плане в три года сотрудничество важнее, чем уровень актуальных достижений. Потому что, собственно, все обучение, которое пойдет у ребенка после трех лет и будет продолжаться очень долго, на протяжении больше, чем 10 лет, все обучение и вообще любое обучение, оно построено на сотрудничестве. Учиться сам по себе, сам у себя, это идея, лишенная смысла. Нет сотрудничества, нет учебы. Поэтому в данном случае это важнее. Ну и, соответственно, похвала и порицание. У 12 месяцев у нас еще не было реакции на порицание. Мы там говорили только о том, что очень важно посмотреть на то, как эмоционально ребенок откликается на похвалу, на одобрение, на поддержку и так далее. Вот в 36 месяцев это тоже все сохраняет свою актуальность, это все понятно. Но в 36 месяцев надо постараться смоделировать ситуацию, когда вы ребенку скажете, что ну это неправильно, нет, это не так. Ну это смоделировать очень легко, достаточно дать задание более сложное. Почему нам важно это посмотреть? Нам важно увидеть эмоциональный отклик. Потому что в 36 месяцев уже спектр эмоциональных реакций, он достаточно широк. И мы должны убедиться, что в этом возрасте ребенок овладел не только адекватными эмоциональными реакциями на положительные стимулы и воздействия, но и адекватными эмоциональными реакциями на отрицательные. Потому что ну уж за 36 месяцев жизни наверняка у него в жизни случались неприятности, и он уже наверняка имеет опыт, как на них реагировать. И вот этот опыт нам надо оценить. Потому что что собственно в норме должен трехлетний ребенок на порицание нам продемонстрировать? Ну он должен остановить свою деятельность, он должен озадачиться и он должен постараться исправиться. Вот нормальная реакция. Если же ребенок рыдает, отворачивается, проявляет агрессию, уходит вообще от этой диагностической ситуации эмоционально, и это уже для нас что? Это для нас симптом. Это не синдром. Это конечно не говорит, что вот все ясно аутист. Разумеется нет, но это тот признак, который мы просто обязаны отметить у себя в протоколе, отметить у себя в голове, и учесть, когда мы будем переходить на синдромологический уровень диагностики. Ошибки. Вот это то, чего не было в 12 месяцев. То, чего, если бы ребенок пришел в 2 года, в 24 месяца, тоже бы не было, это то, что начинается в 36 месяцев. Люди ошибаются все. С рождения и до смерти мы допускаем ошибки. И ошибки, они неизбежны. И сами по себе ошибки не являются каким-то злом. Но ошибка это возможность приложить усилия и возможность овладеть новым знанием или навыком. И вот реагирование на ошибки, оно является чрезвычайно важным диагностическим критерием в любом возрасте, начиная с 3 лет. Собственно, важно все. Кто указывает на ошибку? Сам ребенок, вот он собрал пирамидку. Тут, конечно, всегда надо нейтрализовать маму, которая стремится упреждающие эти ошибки там профилактировать и сразу говорит, нет, нет, бери, бери эту. Это неправильно. Тут маму надо отодвинуть, объяснить ей, что вам нужно ребенка обследовать, а не маму. Что вы не сомневаетесь, что мама пирамидку умеет собирать в 36 лет. Вам важно, что этот в 36 месяцев умеет. Вот он собрал у вас пирамидку, все неправильно. Или что-то неправильно, одно кольцо. Ни в коем случае не надо вмешиваться в процессе задания и говорить, что нет, не ту ты взял, возьми другую, подумай, посмотри. Вот пусть он соберет, как собрал. И дальше вы молчите. Вот вы выдерживаете ту очень важную паузу, во время которой вы наблюдаете. Он сам увидел или нет? При этом важно понять, вот если он увидел, это, как говорится, хорошо. И эту ошибку в сборе пирамидки ему можно простить сразу. Вот увидел, все, умница. А вот если не увидел, то не увидел почему? Потому что вообще не смотрел. То есть он просто собрал и отвернулся. Он на результат, на свой, вообще не смотрит. Нет анализа результата. Или же он смотрит, видит пирамидку, но не видит ошибку. Вот это очень важный момент. Вот если он собрал и отвернулся, это одна ситуация. Это, условно говоря, один симптом из одной синдромологической группы. Если он смотрит на эту пирамидку, вот он, вы видите, что прям рассматривает ее, но при этом кольцо это не видит ошибочно. Ну, это вот как раз-таки скорее задержка, недоразвитие и так далее. То есть для нас вот этот момент, самостоятельность, обнаружение ошибочности своих действий является важнее, чем непосредственно результат этих действий. И важно, как он ее исправляет. То есть вот в отношениях ошибок всегда важны два момента. Как обнаруживает и как исправляет. То есть исправляет ли он, то есть вот он увидел эту ошибку, или вы уже на нее показали, если он не справился с самостоятельным обнаружением. Что он делает? Он пассивно ждет, когда вы начнете показывать, как исправить ошибку, и как должно быть сделано задание. Или он пытается исправить это самостоятельно положение дел. А в этой самостоятельности использует он помощь взрослого? Обращается он за этой помощью или нет? Если говорить о детях расстройствами аутистического спектра, то, конечно, мы увидим, что он ошибку свою не заметил. А если вы на нее показали, то он ее исправлять, если и начнет, то только сам. Он не будет обращаться за помощью к вам. Он может отодвинуть задание к матери, предлагая ей выйти из этой проблемной ситуации. Но, опять же, сотрудничество, ведь что такое обратиться за помощью к взрослому? И это значит опять установить сотрудничество. И поэтому вот при аутизме, как раз где ядро проблемы заключено в коммуникативной сфере, вот как раз того самого сотрудничества, к сожалению, это и не будет. Ну, естественно, что на фоне вот этого всего вокруг ошибки, всей этой ситуации вокруг ошибки, важно будет посмотреть, как это отражается в речи. То есть у детей речь, в общем-то, в этом возрасте носит такой сопроводительный характер. Часто они оречивляют все свои действия. И поэтому вот все вот эти, которые на слайде приведены, характерные высказывания, вот они все должны быть у ребенка старше двух с половиной лет. Ну, то есть в 36 месяцев ребенок не должен молча преодолевать препятствия. Он должен, конечно же, стараться вовлечь взрослого, и при этом постоянно спрашивать правильно, неправильно, то есть все время получать эту так называемую обратную связь. Значит, здесь необходимо вот что понять, что вот здесь вот уже на этом слайде написано то, что характерно будет для детей с разными видами нарушений, с разными видами дизонтогенеза. То есть вот важно для нас последний пункт. Это вот как раз то, что в отношении ошибок и затруднений является самым характерным для аутистических расстройств. То есть это отказ от преодоления трудностей, ну, можно сказать, полный уход из этого контакта, из диагностической ситуации. Это, конечно, безразличное отношение к похвале, к порицанию, и полное отсутствие заинтересованности в сотрудничестве, которое будет ярко проявляться именно в проблемных ситуациях, когда у ребенка возникло затруднение, или когда это затруднение уже вылилось в ошибочные действия. Поэтому здесь вот, конечно, важно проанализировать, потому что вот вы посмотрите на второй пункт, когда ребенок не обнаруживает ошибок, но при этом обращается к взрослому, чтобы он исправил. Это значительно более лучшая ситуация, хотя это должно в два с половиной года уже постепенно редуцироваться, но даже и в три года это допустимо, потому что есть масса детей тревожных, неуверенных, которые растут в условиях, когда им постоянно упреждающие оказывают помощь, и они фактически в этом плане вот не подготовлены к преодолению проблемных ситуаций, и у них вообще нет другого варианта развития событий, кроме как рассчитывать на участие взрослого. Но это не будет у детей с расстройствами аутистического спектра. Продолжение следует...